Уважаемые пациенты, начиная с момента, когда вам было рекомендовано проведение курса лучевой терапии, с вами начинает работать большая команда специалистов. Во-первых, это ваш лечащий врач-радиотерапевт, задачей которого является выявление опухоли или мишени для облучения. Все это производится с помощью компьютерного томографа или магнитно-резонансной томографии, при помощи объединения снимков с PET-исследованиями. При этом мы определяем мишень, которую необходимо облучить, подвести к ней максимальную дозу радиации, и критические органы, которые необходимо защитить от переоблучения. После этого уже составленный лечащим врачом план облучения передается экспертам-физикам. И они составляют план облучения, моделируют его с той целью, чтобы максимально защитить здоровые ткани и сделать лечение максимально эффективным и безопасным. В зависимости от расположения опухоли, план может готовиться от одного дня до нескольких дней в особо сложных случаях. К сожалению, иногда, когда нам не удается соблюсти толерантность, когда опухоль расположена, например, в некоторых отделах центральной нервной системы, и мы рискуем потерять функцию критически важных органов, мы вынуждены вовсе отказаться от проведения лучевой терапии. Когда план лечения готов, пациент вместе с лечащим врачом отправляется на первый сеанс лечения. С этого момента он уже вверяет себя в руки специально обученных медицинских сестер, которые проводят лечение на специальном оборудовании для радиотерапии. Это дистанционная гамма-терапия, либо облучение на ленину кускоритиях, либо внутриполосная лучевая терапия при помощи гамма-терапевтического аппарата. Таким образом, пациент проходит весь путь совместно с лечащим врачом и большой командой сотрудников, которые работают в нашем отделении. Пациенту необходимо запомнить, что его основной задачей является сохранение меток, которые лечащий врач обозначил на его теле при разметке. Для этого он должен либо обращаться к лечащему врачу или медицинскому персоналу, либо самостоятельно в домашних условиях наносить те же метки на том месте, где они были ранее нарисованы. Также необходимо помнить, что обо всех изменениях самочувствия он должен сообщать лечащему врачу при необходимости. И в возникновении нежелательных реакций на фоне лучевой терапии он будет назначаться дополнительное лечение, которое позволит пройти наш курс лечения максимально комфортно, с максимальным эффектом.